Организатором пасхального фестиваля «Ремесел» уступил территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бреста. В этом году все мероприятия у ленинцев проходят в рамках 40-летия района. Его жители отметят 7 апреля. Фестиваль – это подарок городу. Мы уверены в том, что фестиваль обязательно понравится нашим посетителям. Он станет традиционным. В следующем году мы сделаем большой фестиваль, приуроченный к тысячелетию города Бреста. Участники фестиваля, руководители кружков и приглашенные ремесленники провели мастер-классы. Посетители смогли узнать секреты бисероплетения и оригами, познакомиться с правилами и основами плетения из бумажной лозы и вышивки по ткани. Я занимаюсь любимым делом. Теперь, как оказалось, еще и на работе, кроме того, что я дома занимаюсь, как ремесленник это все делаю во все свободное время. То есть у меня его как такового никогда и не бывает даже. И плюс на работу я еще хожу, занимаюсь тем же самым. Я преподаю, показываю, обучаю наших слушателей. Им это очень нравится, ну и мне это тоже нравится. Поэтому у меня нет разрыва такого между работой и хобби. У меня теперь это одинаковое все. Не менее увлекательно прошел мастер-класс по основам мыловарения. Его участники узнали тонкости подбора эфирных композиций и создания мыла ручной работы. Вместе с новыми знаниями посетители выставки смогли приобрести понравившиеся изделия. Это очень нужное мероприятие. Просто, что, ну, может, время рабочее, поэтому людей не очень много. А вообще такие мероприятия нужны, потому что, ну, во-первых, многие что-то могут приобрести и сами не сделать, подарок кому-то. Вот. И вообще для общения здесь очень хорошо. Я не являюсь автором конкретным, а просто я видела, как это делается. Я болею за своих коллег тоже с института третьего возраста. Я восхищена. Столько терпения у них, столько, ну, такой богатый вымысел, такой вот люди прямо, ну, творческие. Изюминка феста, выставка творческих работ, пасхальные мотивы. Заявки подали порядка трех десятков конкурсантов. Победителей определяло не только жюри, но и зрительское голосование. Лучшие в различных номинациях получили дипломы и призы от организаторов фестиваля. Мы даже не ожидали, что настолько отзовутся граждане на наш конкурс, на нашу заявку. Сами работы были по размерам разные, по весу различные. И в соответствии с этим уже были определены номинации. То есть самый грандиозный масштаб, номинация – самое миниатюрное изделие, номинации – лучшее цветовое решение. Первый пасхальный фестиваль «Ремесел» завершен. Цель – разнообразить досуг и показать творческие возможности горожан достигнута. Впереди новые идеи и новые проекты. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бок-ТВ».